Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои, и сегодня будет долгожданный вопрос-ответ. Как всегда, накопила очень-очень много вопросов от вас. Я обожаю, когда вы задаете мне вопросы, и с удовольствием с вами посижу, и потому что, знаете, для меня это какое-то единение, мы узнаем друг друга больше. Ну, вы меня, конечно, больше узнаете, но я чем больше о себе рассказываю, тем такое ощущение, что вы ближе ко мне становитесь, и, ну, такие вот посиделки. Ну, в общем, начнем. Вопрос от Валерии. Хотите ли вы еще детей? Были ли вы в Украине? И какой марки ваша машина? Хочу ли я еще детей? Конечно, я хочу, я хочу много детей, всегда хотела большую семью, но это не так-то просто, на самом деле. Мне нужно отойти сначала от первого, чтобы серьезно задуматься о втором ребенке. Поэтому пока что, пока что режим затишья у нас. Были ли вы в Украине? Да, я была в Украине. Я была в Одессе, и я была в Харькове очень-очень давно, и все. Какой марки ваша машина? У меня Инфинити. Следующая задает вопрос Алекса. Какие качества хотелось бы передать малому от папы и мамы, а какие нет? И о какой машине мечтала бы или нравится своя? Ой, первое. Какие качества хотела бы передать малому, и какие бы не хотела? Китю мой платье-то? На. Ой, шосочка, шосочка. Волшебная шосочка, спасительница. На самом деле, я считаю, что у меня очень много хороших качеств есть, которые бы я хотела, чтобы он перенял. Единственное, что от меня бы я хотела, чтобы он не перенимал, это лень. Я очень ленивый человек. То есть у меня вот есть все-все-все, но вот лень мешает вообще воплощению многим-многим вещам. И я с ней, честно говоря, не могу находиться. И если у моего ребенка будет вот такая трудовая жилка, да, вот именно вот усердие какое-то такое, и не будет он лениться, да, то будет вообще золотой ребенок. А что касается нашего папы, то у папы вообще очень много хороших качеств. И я даже не знаю каких-то плохих качеств, может быть, он, да, ну, то есть у отца много классных качеств. Это вот доброта, это внимательность, это забота, это вот целеустремленность, амбициозность. Даже в его годы, казалось бы, да, уже амбиции у многих потухают, там, ну, 34 года, да, 35 или 34, что, путаю, запуталась уже. Ну, где-то вот в это, да, уже амбиции потухают, а у моего мужчины все равно есть амбиции. И вы знаете, это очень круто, когда у человека вообще есть амбиции в любом возрасте, это очень круто. И я бы хотела, чтобы он вообще весь был у нас в папу, единственное, что можно немножко это, нервничать поменьше. Папа у нас любит понервничать. Вот, терпение побольше, вот терпение, вот это вот крутая вещь такая. Вот у меня терпение побольше, хотя смотря в каких вещах. Ну, не суть. Короче, терпение, вообще все золотые качества у нас есть в нашей семье, пусть они все будут ребенку, не будет моей лени и не будет психованности моего мужа. Он, наверное, услышит, скажет, эх, на всю страну сказала, что я психована. Ничего. Ну, не психована, но нервничает, без повода, где можно не нервничать. О какой машине мечтала бы или нравится своя? Честно говоря, я не мечтаю ни о какой машине. Мне, правда, очень нравится моя машина, и у меня больше муж мой думает о машине. Там, вот это круче, вот это круче, вот он у меня по этому спец. А мне, честно говоря, вот моя очень нравится машина. Прям она классная, комфортная, вся под меня, и я вообще не задаюсь целью, там, менять ее. Я не заглядываюсь на другие машины, думаю, вот, вот эту хочу, мечтаю. Нет, и больше о квартире думаю, что я хочу, вот, квартиры хорошие, нежели машины. Дальше. Александра задает вопрос. Смешная ситуация из детства. Предпочтительно, какая предпочтительная музыка и любимый фильм? Так, давайте начнем с музыки. Музыка, значит, я люблю попсу, очень люблю нашу попсу. Я слушаю, я слушаю Европа Плюс, Хит.ФМ, и вот нашу попсу, и зарубежную попсу, короче, мне все очень нравится. Любимый фильм? Ой, ну, первая приходит, там, не знаю, Ванильное небо. Ну, в общем, я люблю вот такие культовые фильмы, которые смотрели все и считаю, знаете, из тех фильмов, которые должен посмотреть каждый. Вот они, мои любимые. Сложно сказать, что какой-то есть один фильм, который там что-то изменил в моей жизни. Смешная ситуация из детства. Ну, я рассказывала, это первая смешная ситуация, которая приходит мне в голову. Это когда я из маминого пеньюара пошила себе брюки и пошла в них в школу. А пеньюар был прозрачный. И, в общем, я не понимала, что у меня все видно, все прозрачно. На меня тыкали пальцем. Сейчас-то, конечно, смешно, тогда смешно не было. Просто Лиза задает вопрос. Любимая марка косметики? Картошка или фуагра? Так, давайте по порядку. Любимая марка косметики? Любимая марка косметики? Ну, прям нет такой, чтобы любимой. Мне нравится Диваж, мне нравится Диор, мне нравится Шанель, Альцеблоран. Мне очень нравится косметика. В общем, вся люксовая косметика. Просто есть что-то хорошее, есть что-то не очень хорошее. Есть таких бюджетных. Бивьен Сабо очень хорошая косметика. Что-то есть. Ну, в общем, наверное, нет у меня любимой, да? Значит. Картошка или фуагра? Картошку я выбираю. Что означает твой ник? Я уже говорила, мой ник означает сила и власть, если сокращенно. Шпильки или балетки? Блин. Ну, чтобы смотреть шпильки, а для себя, наверное, балетки. Смотришь ли ты Марьяна Ро, Ивангай, Катя Клэп? Нет, я никого не смотрю, но я на них на всех подписана. И вообще сейчас мне никогда ничего смотреть. Ну, так, периодически я смотрю. Ивангая, да, он иногда прикалывается. Ну, сейчас никого не смотрю, честно говоря, из них. А ты знаешь кого-нибудь из подписчиков? Конечно, знаю многих, потому что все мои друзья практически, родственники смотрят меня. Я их знаю. Был ли парень в школе? В школе у меня парня не было. Мой первый парень был тогда, когда я уже поступила в училище. На втором курсе я уже начала встречаться. А какое прозвище было в школе? Какое прозвище было в школе? Не скажу, не помню. Худышка. Скелет на подтяжках я была, потому что я была очень худая. Меня называли так, скелет на подтяжках. Как узнала о YouTube? Блин, я не помню, как узнала о YouTube. Все его уже о нем знали. Как-то вообще плавно он вошел в мою жизнь. Заветная мечта. Заветная мечта у меня стать финансово-независимой. Это значит, что не нужно ни работать, ничего делать. А деньги просто, они у тебя есть определенная сумма. И ты всегда можешь на нее рассчитывать. И можешь ездить куда хочешь. В общем, ты не привязана. Такая независимая. Вот, такая мечта у меня. Дальше. Настя Кул задает вопрос. Ты одеваешься в дорогих магазинах, любишь одеваться? Это Бершка, Зара или на рынке дешевом? Я уже даже со своей подружкой обсудила как-то. Я не считаю, что Бершка и Зара это дорогие магазины. Я считаю, что как раз-таки это не такие дешевые магазины, недорогие, бюджетные там одежды. И да, я могу в них одеваться. В Заре я редко что покупаю, но Бершку я очень люблю. В Нью-Йорке или есть, что в H&D. Мне вот эти марки очень нравятся. Ну и также я могу сходить на рынок, потому что есть такие рынки, где... Ну, такие прикольные одежды, как с шоурума, да, где-то вот с каких-то вот таких вот сайтов. С Алиэкспресс. Очень прикольно. Короче, всё, я люблю много где одеваться и много найти, где можно интересную одежду. Поэтому я не брезгую ничем. Ну, в плане там рынок для меня, чё-то, чё такого. Ты купалась в океане? Да, я была на Багамских островах, купалась в океане, это очень круто. Будет конкурс на 20 тысяч подарки из фикс-прайса? Будет хорошо. Да, с удовольствием я бы сделала подарки из фикс-прайса, но, понимаете, и сделала бы много. Но просто если делать конкурс по всему миру, то отправка этих подарков будет стоить просто очень дорого. Поэтому оно не стоит того. Софи Лу. Задает вопрос. Любимые танцы? Я люблю сальса и бачата. Люблю бальные танцы. Вообще, короче, я люблю все танцы, потому что, на самом деле, я не танцую вот так профессионально, чтобы, да, там вот уметь красиво двигаться, там супер. И мне очень нравится, когда это делают другие красивые, поэтому я люблю все танцы. Что бы изменило 10 лет назад? Я бы, вы знаете, ничего не изменила 10 лет назад, потому что все, что было в моей жизни в прошлом, привело к тому, что я имею сейчас. А все, что я имею сейчас, я довольна. Это все благодаря моему прошлому. Поэтому, если бы я изменила что-то, может быть, что-то изменилось сейчас, а я не хочу. Любимая марка авто? О, мне нравятся Mercedes, Infiniti, BMW, в общем, люксовые, Lexus, люксовые марки мне очень нравятся. Ангелина задает вопрос. Даниэл, это твой первый ребенок? Да, это мой первый ребенок и один ребенок. Хочешь ли ты еще себе детей? Да, хочу детей. Третье, сколько ты хочешь детей? Я хочу много детей. Двое, как минимум. Ну, наверное, трое, как максимум. Что-то я на пять не потяну. Трое. Сними видео про твое утро. Вот мне задавали вопрос. Я вам объясню, что видео про мое утро будет снять очень сложно, потому что я вам просто расскажу о моем утре. Это я встаю, потому что мой маленький уже начинает кряхтеть, начинает просыпаться. Первым делом я его кормлю. Я его покормила, я его переодела. Потом он требует внимания, и я уже, у меня на себя не остается времени, я быстро там чай делаю, это, это, то есть у меня как это, семиглавый восьми рук. И я просто тут все стараюсь делать быстрее и быстрее, потом опять к нему. И как-то, я не знаю, я свое утро... Мы просыпаемся в полдвенадцатого. В одиннадцать тридцать мы просыпаемся. Все. А, потом мы идем гулять. Мы идем гулять, и вот пока мы гуляем, есть время у меня туда-сюда посмотреть, потому что он спит все это время, пока гуляем. Вот. И потом снова прихожу домой, и первым делом я его кормлю, потому что он уже плачет, просит. И потом переодеваю, и потом я что-то пытаюсь сделать, снять. Короче, вот так все. Мне, честно говоря, некогда вставить вот так, чтобы я снимала утро. Это я его кормлю. Когда мне включать камеру, очень сложно, поэтому вот так вот. Ирина. Здравствуйте, Селена. Скажите, вы вообще спите ночью? Сынок вам дает, и во сколько вы просыпаетесь? А вот сказала, что я просыпаюсь в одиннадцать тридцать. Раньше мы в десять тридцать просыпаемся, сейчас в одиннадцать тридцать хорошо. Ну, ложимся спать, это в двенадцать. Вот так вот, ночью. Это мой график, меня он полностью устраивает, и сыночек у меня под него. И дает сыночек спать, да, мы спим хорошо, ночью я высыпаюсь полностью. Он у меня вообще за ночь вообще не кричит, не плачет, не капризничает сейчас уже, он просто кряхтит. И я точно знаю, что ему нужно там раз, переодеть, накормить, и все. И я это все делаю полусонная, даже не просыпаюсь особо. Ну вот и все, вопросы закончились. Я рада была ответить на ваши вопросы. Надеюсь, все получили ответы на свои вопросы. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Задавайте вопросы в комментариях для следующего видео. И мы с вами увидимся в следующем видео. А, советы, советы. Я же в конце каждого видео сейчас хочу делать советы. Ну, не знаю, хватит ли у меня столько советов. Ну, в общем, пока про ребеночка. У меня все советы, потому что я каждый раз сталкиваюсь с тем, что, блин, вот надо всем рассказать, чтобы так не делали. В общем, пока я была беременна, я набрала кучу одежды для маленького ребенка. У меня распашонки, шапочки, носочки, рукавички, всякие там комбинезончики. Когда ты еще не знаешь, особенно первый ребенок, ты не знаешь, что ребенку надо вообще. Я вам сейчас скажу, что мы ничего этого не носим. И я вот как мама вам скажу, самое лучшее это комбинезончики. Комбинезончики, которые вот на между ножек вот так расстегиваются. Да, ну, вот хорошо, чтобы они расстегивались вот так и вот так везде. Это удобно смотреть, памперсы нет. Вот нам сейчас полтора месяца, это еще до сих пор самая удобная одежда для нас. Я только начинаю потихоньку переходить к каким-то костюмчикам. У меня все новое лежит. Носочки можно там парочку. Носочки он снимает. Рукавички, царапки кучу набрала. Он их снимал, то есть мы их практически не носили. Распашонки вообще не нужны, они неудобные. Штучки, которые вот ползунки, тоже неудобные. Короче, вот с кнопками комбинезоны самые лучшие. Я вам советую их взять для начала. Вы попробуйте сначала, да, с ребенком побыть уже, да, чтобы вам было комфортно его переодевать, чтобы это было все быстро, потому что ребенком просто очень много раз переодеваюсь. Я там за месяц 250 памперсов поменяла. Вот, мы посчитали. А потом уже лучше по ходу вы будете понимать, что вам нужно, из какого материала, потому что, например, мне нравится один комбинезон только по дому, вообще он идеальный, да, остальные какие-то теплые или жаркие. В общем, вот такие дела. Вот такой вот мой совет, много вещей не набирать. И потом уже будете знать, что вам нужно, пойдете в магазин и купите. Или кто-то вам купит, потому что, в принципе, ребенок не обязательно должен быть с вами прям рядом, мерить на него. Ну вот и все, все советы. Я побежала к малышу моему. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...